Добрый день, это очередной выпуск Время новостей. Более 80% украинцев не доверяют руководству страны. Таковы данные опроса, проведенного институтом Горшенина. Действия президента Петра Порошенко не одобряют более 70% населения. Рейтинг недоверия парламента и правительства и вовсе около 88%. Жители соседнего государства констатируют отсутствие реальных результатов реформ. Также отмечается, что около 45% людей высказались за проведение досрочных парламентских выборов. В Бахчисарае назначен новый глава городской администрации Игорь Белецкий, бывший сотрудник правоохранительных органов. В последнее время он занимал должность заместителя начальника налоговой службы Бахчисарая. Нового руководителя исполнительной власти депутатскому корпусу представил вице-премьер республики Дмитрий Полонский. Он выразил надежду, что смена председателя поможет решить накопившиеся за последнее время проблемы в городе и искоренить конфликты между разными органами власти Бахчисарая. Сейчас не надо говорить абсолютно о том, прав ли кто-то был виноват и так далее. Не надо здесь искать сейчас виноватых. Нужно просто выходить из этой ситуации. И чего бы хотелось, хотелось бы, чтобы и местные депутаты, и местные руководители, я сейчас говорю и о руководстве города, и о руководстве района, наконец в нормальном режиме за столом переговоров сели, разобрались, кто за что отвечает, как между собой нужно находить общий язык, как между собой нужно решать и договариваться о решении самых важных и самых насущных проблем. Напомню, в Бахчисарая глава администрации и городского совета одновременно подали в отставку. Случилось это после появления в сети скандального видео со скрытой камерой, установленной в кабинете бывшего председателя исполнительной власти Владимира Верховода. Однако экс-чиновники утверждали, что свой пост оставили не из-за опубликованных кадров, а из-за массы конфликтов между разными органами власти и невозможности выполнять свои служебные обязанности. Новоназначенный председатель Игорь Белецкий уже определил приоритеты в своей работе и поставил перед собой первостепенные задачи. Борьба с самовольным строительством будет продолжена. Об этом заявил главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, комментируя нашумевший снос незаконной пристройки на улице Одесской. Исполнение решения суда дало надежду многим жителям полуострова, годами борющимся с произволом соседей. Подробнее Алексей Чербак. Ирина Игнатович уже не один год пытается противостоять соседям, по своему усмотрению перестраивающим старый дом Новоровского. Начал процесс застройки гражданин Австрии, уже покинувший пределы полуострова. Его достойный наследник продолжил не менее успешно. Под видом реконструкции квартиры воздвиг капитальный третий этаж. Не отстают и соседи снизу. Умудрились застрой даже домовую газовую сеть. Крыша летом нагревается, из химии сделана прям под окнами, значит нагревается до 80-90 градусов. То есть летом, когда жарко, я даже не могу открыть, проветрить окна. А сейчас вот зимой снег, дождь, мокро, сыро в квартире. В общем, создает мне очень большие неудобства вот эта сейчас последняя нижняя пристройка. В поисках защиты своих прав Ирина прошла все инстанции. От начальника жилищного участка до прокуратуры города. Ответы звучат обнадеживающе. Практически все пристройки признаны незаконными. Сегодня мы с мужем обратились в общероссийский народный фронт. Наш вопрос взяли под контроль. Теперь мы надеемся, что наше дело сдвинется с точки мертвой. Поддержка профильного управления в борьбе с незаконными застройками Симферопольцам гарантированно, заверяет главный архитектор города Эрнст Мавлютов. Новоросско-12. Для того, чтобы все это безобразие не приняло систематический характер, необходимо проявить силу воли, применение закона. Как говорят, закон суров, но он закон. Мы не ним его придумали. Ему надо следовать это правило общежития нашего внутреннего, общегородского, общероссийского. Позиция моя такая. Добиваться исполнения закона. Обязать нелегальных застройщиков соблюдать закон под силу судебной системы. Симферопольцы, отстаивающие свои законные права, рассчитывают на поддержку и понимание суда. Алексей Щербак, Олег Черемисин. Время новостей. Севастополь отпраздновал День защитника Отечества без отключения электроэнергии. Об этом на заседании городского оперативного штаба заявил директор Севастополя Энерго Игорь Дуравкин. Кроме того, предприятия, выполняющие государственный оборонзаказ, не имеют ограничений по электроэнергии. Им выделен лимит 2,5 мегаватт в сутки. Черноморский флот в этом году пополнится двумя сторожевыми кораблями и двумя подлодками. Еще большее количество боевых единиц поступит к нам в 2017 году. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Александр Витко. По его словам, и парад в предстоящий день ВМФ, который отмечают в последнее воскресенье июля, будет включать не только корабли Советского Союза, но и корабли, построенные в современной России. Напомним, 12 декабря 2015 года были торжественно подняты андреевские флаги на новых малых ракетных кораблях «Серпухов» и «Зеленый дол». А 25 декабря в Севастополь прибыла новая дизельная подводная лодка «Ростов-на-Дону». Планируется, что до конца 2020 года Черноморский флот получит 54 новых корабля. В Крыму увеличили ежемесячные выплаты на третьего ребенка. Сумма составит 9474 рубля. По данным Министерства труда и социальной защиты Республики, право на ее получение у семьи возникает один раз и только в отношении одного ребенка. Третьего или следующего родившегося или усыновленного после 31 декабря 2015 года. Положенную сумму родители будут получать до достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом на помощь могут рассчитывать только те семьи, у которых средний уровень дохода меньше чем 2,5 прожиточных минимума. Песня военных хлеб советского периода и современной композиции. В честь Дня защитника Отечества в Крымской столице прошел торжественный концерт. В нем приняли участие военный оркестр и ансамбль «Джаз-рандеву». Среди зрителей была и наша съемочная группа. Музыкой Алексей Рябчук занимается уже 14 лет. За это время его военный оркестр принял участие в десятках выступлений. Своим занятием майор гордится, ведь это наглядный способ показать все свои творческие способности. В штате любого большого подразделения дивизии, бригады, полка есть военный оркестр, который принимает участие во всех ритуалах, которые военные проходят. Каждый музыкант на должность его берут. Минимум музыкальное училище. Ну, есть и высшее образование. Вот у меня, например, факультет военных дирижеров. В праздничном выступлении к военному оркестру присоединился и вокальный ансамбль «Джаз-рандеву». Это их не первое совместное выступление. Назрела необходимость отметить не только 9 мая, но и 23 февраля, поскольку в России этот праздник отмечается вполне масштабно. И мы решили сделать новые произведения, которые написаны современными композиторами. Поэтому в программе есть песни и времен Великой Отечественной войны, и песни советских композиторов, и песни современных композиторов российских. И вот долгожданное начало концерта о том, что подобные мероприятия любимы крымчанами, видно по количеству гостей в зале «Аншлаг». Работает один из самых лучших наших коллективов Крымской государственной филармонии «Джаз-рандеву» и военный духовой оркестр «Береговой обороны» под управлением Алексея Рябчука. Самое главное в этом концерте – это, конечно, патриотический дух, поднятие патриотического духа у крымчан. И, конечно, выступления не прошли без сюрприза. Всю мужскую половину участников и зрителей от Республиканского министерства культуры поздравили с Днем Защитника Отечества. Екатерина Наумова, Андрей Трещук. Время новостей. В Евпатории прошел чемпионат Крыма по борьбе куреш. Соревнования привлекли спортсменов со всего полуострова, в том числе и тех, кто практикует другие единоборства. В особенности борьбы на поясах вникал Дмитрий Попов. В последние годы в Крыму набирает популярность традиционная борьба тюркских народов в Куреш. Задача спортсменов, ухватившись за пояса друг друга, бросить соперника на маты. Если он бросает противника и падает на плечо, дается два балла. Если его бросает на спину, чисто на лопатке, то дается команда чисто ТМС. Вот борьба заканчивается и объявляется победитель. Нюансов хватает. В стойке запрещено упираться кулаком в живот партнера и упираться головой в его грудь. Также важно помнить, наносить удары ногами нельзя. Свои силы в национальном единоборстве решил испытать и Сулейман Семеняка. Его старт карьеры многие называют идеальным. Куреш парень пришел только в этом году, а победы уже идут одна за другой. Все-таки Куреш это национальный вид спорта и больше предпочтений я даю этому виду спорта. Тренер подтянул, говорит типа, ну идем, будешь здоровее и духом крепче. А вот для Азиза Исмаилова Куреш скорее просто увлечение. На соревнования он приехал не столько за победами, сколько за спортивной практикой. Спортсмен уже шесть лет занимается греко-римской борьбой. Куреш это борьба на поясах и те же самые броски, что и по греко-римской борьбе. Они совмещаются между собой. Ну только одно здесь зацепы, а у нас без зацепы ног. Эта борьба занесена в реестр национальных видов спорта. Организаторы уверены, что подобные соревнования помогают отобрать лучших, которые будут представлять республику уже на всероссийских соревнованиях. Перспектива есть огромная у наших ребят. Побольше должно быть выездов на соревнования на международные. Если и благодаря этому, благодаря этому будет у ребят опыт, им будет легче бороться на международной арене. Несмотря на то, что Куреш – национальный вид борьбы, в Крыму он стремительно набирает популярность и среди прочих этносов. Все национальности борются. Это действительно интернациональный такой вид спорта. Я полагаю, как раз это пример того, что надо проявлять это дружба, это толерантность, это соревнования силами только в спорте, чтобы так было всегда. Победителей определяли в двух возрастных и восьмилесовых категориях. Всего участвовали порядка ста спортсменов. Из лучших сформируют сборную полуострова для проверки уровня уже на федеральном уровне. Дмитрий Попов, Алексей Романов. Время новостей. Заозерное. И на этом наш выпуск завершен. Мы следим за развитием событий на полуострове и в мире. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова